Приветствую вас! Вы знаете, ну, первое, что я хочу вам сказать, то, что депрессия, о которой вы говорите, является психическим заболеванием, которое диагностируется врачом, психотерапевтам или психиатрам, после чего назначаются лечения, в том числе и медикаментозные. Депрессия может быть вызвана глубинными негативными установками, которые необходимо опускать и переформатировать. Это первое. Соответственно, если вы считаете, что у вас депрессия, то вам необходимо обратиться к врачу, психотерапевту или психиатру по месту жительства. Или в режиме онлайн, хотя бы на нашем ресурсе, чтобы он, врач, поставил вам диагноз. И, соответственно, назначил лечение, которое бы вам помогло бы вновь прийти в себя. Это первое. Так, второе. Вы этого мужчину, о котором вы пишете, явно и очень сильно идеализируете и придаете ему чрезмерное значение. Связано это значение с тем, что у вас есть потребность в нем. В ответ на потребность такая. Вы сами говорите о том, что у вас были долгие тяжелые годы, и он стал для вас счастливым. Этот мужчина стал для вас счастьем, которое вы теперь потеряли. То есть у вас была травмирующая ситуация еще до появления мужчины, но он стал для вас своего рода средством для преодоления этой самой тяжелой ситуации. И теперь, когда вы это средство потеряли, вам от этого еще хуже стало. Далее, значит, соответственно, что это за травмирующая ситуация, почему у вас были эти тяжелые годы, почему вы не замужем и почему вы живете одна, как так получилось, что вы живете одна. Все это нужно с вами разбирать. Далее, значит, почему вы тянетесь к этому мужчине? Почему, как только вот вам полегчает, вы тянетесь к нему? Во-первых, вы его, как я уже сказал, идеализируете. То есть у него для вас, значит, слишком большое значение. И во-вторых, вы почему-то думаете, что только этот мужчина, только с этим мужчиной вы будете счастливы. Это два основных признака. Две основные характеристики женской зависимости от мужчины. Соответственно, первое, что нужно, это деидеализация, то есть чтобы вы пристали его идеализировать. Второе, что нужно, это понимание того, что не только с этим мужчиной вы будете счастливы, но и другим. Если, значит, выделите, выявите критерии для, ну, критерии, по которым вы отбираете мужчин. То есть критерии, по сути, которые определяют подходящего мужчину для вас. Далее, вы говорите, что вы искали другого мужчину, но никого не нашли. И это нормально, потому что, скорее всего, вы не искали, вы, как бы, сравнивали мужчину с объектом своей любви. И, естественно, объект вашей любви в силу того, что вы его идеализируете, всегда выигрывали. То есть это, вообще-то говоря, нормально. Это нормальная реакция, нормальная ситуация и поведение ваше, и то, как вы воспринимали, значит, других мужчин. Значит, вам нужно понять, что мужчине вы, знаете, потому что вам чего-то не хватает самой. Вы в нем нуждаетесь. Раз тянетесь к нему, значит, нуждает. Потому что. А если, как вы говорите, вы любите его, то, любя его, вы хотели бы сделать его счастливым. Просто счастливым. Вы бы не жалели ни о времени, проведенного, о времени, которое привели с ним. Вы бы не жалели ни о чем. Потому что когда любят, благодарны человеку за каждую секунду, значит, проведенную с ним. У вас этого не произошло. И отсюда возникают проблемы. Далее. Вы говорите о том, что у вас, значит, не заниженная самооценка. Интересно, что вы сами об этом сказали, что у вас не заниженная самооценка. Наверное, вы уже читали, получается, про данный фенопен. И, наверное, уже знаете, что люди зависимы от других, когда у них проблемы с самооценкой. Вы говорите, что у вас таких проблем нет. Соответственно, я с вами спорить не буду. Задам другой вопрос. Почему не вы тогда считаете, что кроме как с этим мужчиной вы больше ни с кем не будете счастливы? Насколько, грубо говоря, вы уверены в себе? То есть уверены ли вы в себе, как женщина? И если у вас в самооценке все нормально, как вы говорите, то как тогда вы объясните тот факт, что вы позволяете мужчине себя оскорблять и все равно тянетесь к нему. Человеку, у которого с самооценкой все в порядке, простите, вести себя так не будет. Это прозворечит его точно самооценке. То есть он слишком ценит себя для того, чтобы подобные вещи терпеть. И вот это вот то, на самом деле, что является очень важным в данном контексте, потому что очень может быть, что вы занимаетесь самообманом в этой ситуации. То есть вам хочется верить, что вы не обладаете заниженной самооценкой, но при этом все равно ведете себя так, как человек, который недостаточно себя оценит и любит. Потому что человек, который себя любит, никогда бы не позволил вот так бы к себе относиться. Значит, что я вам могу порекомендовать? Значит, ну, обязательно работаем с психологом. Скорее всего, не одна консультация вам нужна, с изменением. Вот. Либо, если вы, вот как я вам понял, два сихотекста, вы верующий человек. Значит, соответственно, может быть, вам имеет смысл отдать это к священнику. Священники – это такие, знаете, религиозные психологи, как раз для верующих людей. Они работают, и может быть, вам имеет смысл поработать вот с таким верующим человеком. То есть священником, может быть, и повериваться ему, и так далее, и так далее. Там очень много, очень мощный набор средств идет у священников. Они тоже изучают и психологические приемы, и теологические. Вот. Но если вы верующий человек, настолько верующий, что вы входите в храм, молитесь и так далее, то вполне вероятно, что вам это подойдет больше. Потому что психологи, такие как «хуй», вот, мы все-таки к вере себя не относим, будучи адептами науки. И вполне вероятно, что какие-то моменты, какие-то постулаты, какие-то точки зрения вам покажутся неприемлемыми для вас, и, может быть, даже оскорбляющими ваши чувства. И в таком случае это совершенно неприемлемо, конечно. И вам все-таки нужно будет обратиться именно к священникам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас дополнительные остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго. И удачи!